Накануне в городе Бресте состоялась первая сессия Брестского областного совета депутатов 29-го созыва. Открывая сессию, председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Коляда подвел итоги недавно завершившихся выборов нынешнего года. Так, 25 февраля 2024 года, в единый день голосования по 1902 избирательным округам, на выборах в местные советы депутатов всех территориальных уровней Брестской области, было избрано 1902 депутата, в том числе Брестский областной совет 48 человек. На выборах свой голос жители Брестской области отдали за представителей сферы образования, здравоохранения, науки, культуры, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, торговли, работников правоохранительных органов и военнослужащих. А накануне представители нового состава Брестского областного совета депутатов выбирали кандидатуру, которая займет место председателя Брестского областного совета депутатов 29-го созыва. Голосующие заходили в кабинки, заполняли бюллетени, опускали их в урну. После подсчета голосов был озвучен итоговый вердикт. Единогласно на роль председателя Брестского областного совета депутатов выбран Игорь Брилевич. Я вижу основную задачу депутатов всех уровней, начиная с первичного, это сельские советы, заканчивая областным советом депутатов, в служении людям, в выполнении тех задач, которые они перед нами ставили. Вопросы абсолютно разные. Немало вопросов, касающихся государственного строительства, тех мер, которые принимаются на всех уровнях по укреплению нашего суверенитета, для обеспечения мирного неба на нашей земле. Немало, конечно же, вопросов сугубо бытовых, которые всех волнуют. От состояния дорог, состояния станции обезжелезования, водообеспечения, ЖКХ. Ну, это традиционные вопросы, те, которые местная власть постоянно решает. Игорь Брилевич, уроженец Пинска, выпускник Академии управления при президенте Республики Беларусь. Состоял в областном кадровом резерве и успешно реализовал свои управленческие способности, более пяти лет возглавляя Пинский район. Выдвигался кандидатом в депутаты Брестского областного совета депутатов 29-го созыва по Пинковичскому избирательному округу номер 45. И свою предвыборную программу теперь будет реализовывать, перейдя из исполнительной власти в представительную. Совершенно не случайно этот год объявлен годом качества. Качество работы, оно должно присутствовать на всех уровнях. Безусловно, депутатский корпус заряжен на работу, на решение тех задач, которые перед ним поставлены, начиная с тех вопросов, которые в их руках находятся, именно как работников, как профессионалов, и заканчивая, конечно, вопросами государственного строительства. Оценивая работу областного совета 28-го созыва, его руководитель Юрий Наркевич, ныне избранный депутатом Палаты представителей национального собрания, отметил, что Брестская область по многим показателям уже не один год на первых позициях в стране. А это значит, что сегодня есть, что передать новому созыву. На смену пришли достойные уважаемые люди. Наш 28-й созыв, он был по-своему уникален. Он отработал 6 лет, вместо традиционных 4. Ну и, конечно, все усилия депутатов были направлены на то, чтобы наша Брестщина, наша область развивалась. Вы знаете, нам не стыдно за нашу работу. Вы знаете показатели по всем отраслям народного хозяйства. Брестщина уверенно идет вперед. Поэтому мы новому созыву, нам есть что передать, нам есть что рассказать. По всем показателям. Новый состав. Я посмотрел внимательно каждого. Я уверен, что пришли достойные люди, уважаемые люди. Потому что выборы – это экзамены. И все они прошли достойно, с хорошими результатами. Поэтому я уверен, что новый депутатский корпус тоже внесет свою лепту в развитии нашей области. По окончанию первой сессии Брестского областного совета депутатов 29-го созыва председатель Брестского обл. полкома Юрий Шулейко выразил уверенность, что в своей работе представители всех депутатских корпусов и прежде всего областного проявят инициативность, будут применять новые подходы и эффективно решать проблемы людей. «Акциев Иinar Сим outline» ИзванWa Изван 48-го Изван 48-го Извана 48-го Извана 48-го Продолжение следует...